Собственный гаражный комплекс нужен. Вот сегодня у Ивана очередная ретро-легенда. За ней особый уход требуется на улице, просто так и не оставишь. В одну телегу впрячь не можно. Коня и трепетную лань. Это строки из стихотворения Пушкина. Но, видимо, ошибался Александр Сергеевич. Немцы успешно справились с этой задачей. На шасси брутального Мерседеса им удалось создать изящное купе. В-123 появился в 1976 году. Данная модель считается самой успешной в истории бренда. Если взглянуть на него спереди или сзади, это обычный 123 Мерседес. Но в профиль совсем иной калинкор. Автомобиль разительно отличается от привычных глазу, тяжелых и солидных собратьев. Длинные двери, хромированный молдинг и заходящие на крылья бамперы зрительно его растягивают. Крыша не имеет средней стойки, легкая и воздушная. Она будто нарисована одним рощерком пера. Окрашенная в бежевый цвет напоминает тент кабриолета. Огромный багажник. Под капотом аналогичный родному по техническим характеристикам бензиновый 4-цилиндровый мотор. Объем двигателя 2,3. Мощность 136 лошадей. Расход топлива от 10 до 13 литров на 100 километров. Широкий дверной проем удобен не только для водителя, но и для пассажиров. Задний диван двухместный. Если откинуть подлокотник, он становится трехместным. На полочке сохранилась уникальная вещь. Родная аптечка со всем своим содержимым 36-летней давности. Везде светлая кожа в цвет крыши и немного хрома. Стеклоподъемники с ручным приводом. Задние стекла тоже опускаются. В таком виде машина особенно изящна. Передняя панель черная, мягкая. На ней декоративные деревянные вставки, перекликающиеся с ободком рулевого колеса. Сквозь которые хорошо просматривается комбинация круглых стрелочных приборов. Ниже магнитола, климат-контроль и рычаг механической четырехступенчатой коробки передач. Надеюсь, что машина меня не разочарует. Немец есть немец. Все удивительно удобно и бесшумно. Управление не требует усилий. Тем не менее, обратная связь, позволяющая отслеживать и контролировать угол поворота колес и тормоза, хорошо чувствуется. Хоть двигатели не самые злобные, но вполне бодрые при активной езде. Несмотря на преклонный возраст, на трассе ведет себя очень достойно. В 1985 году 123-й Mercedes уступил место следующей модели. Став примером удачного совмещения отличного дизайна, скорости, комфорта и экономичности.